Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что с 24 октября наша страна столкнется с дефицитом электроэнергии. В связи с этим он призвал граждан и представителей бизнес-среды экономить электроэнергию. С аналогичной просьбой к населению обратился депутат ПАС Дмитрий Алаеба, заявивший, что экономия сейчас жизненно необходима. Экономия всегда была хорошей привычкой, но сейчас это действительно жизненно необходимо. Отключите все, что можно отключить, вытащите из розеток все, что можно, отключите свет, экраны и так далее. Энергетически мы живем в сложное время. Бомбя объекты энергоинфраструктуры в Украине, Россия через Интеррао, владельца МГРС, также использует энергию как политическое оружие, сокращая объемы, поставляемые в Молдову электроэнергии. Для того, чтобы нам хватало на самое необходимое, мы все должны экономить максимально, написал Алаеба. Напомним, что 24 октября в Молдове ожидается меньшая доступность энергии, чем нужно для беспроблемного обеспечения потребления с 7 утра до 11 вечера. Как сообщает ньюсмейкер, об этом объявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, имеющиеся контракты на поставку электроэнергии не могут обеспечить все потребление в активное время суток, с 7 утра до 11 вечера. Обращаюсь ко всем компаниям бизнесу. Выключайте декоративное освещение, рекламу, меняйте часы работы, используйте генераторы, когда это возможно. Каждый из вас так же, как построил свой бизнес, может внести вклад в то, чтобы мы прошли этот период. Если мы будем действовать ответственно, никого выключать не придется, отметил Спыну. Он рассказал, что правительство планирует в ближайшее время определить новых поставщиков электроэнергии и контракты. Кроме того, Молдова ГАЗ выделил больше газа для молдавской ГРЭС и ищет ресурсов, чтобы давать производителю электроэнергии больше средств. Компания Молдэлектрика, занимающаяся транспортировкой и распределением электроэнергии, предупредила о чрезвычайной ситуации на рынке, отметив, что при недостаточной экономии возможны веерные отключения. Как известно, массированные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре в последние недели существенно осложнили ситуацию для Молдовы, которая потеряла возможность покупать украинскую электроэнергию. В Молдове в самое ближайшее время будут построены и восстановлены несколько линий электропередач для соединения с энергетической системой Европейского Союза. Об этом в эфире радио Молдова заявила советник премьер-министра в сфере энергетики Каролина Новак. По ее словам, это позволит преодолеть возникший кризис и импортировать большее количество электроэнергии из Европы, в первую очередь Румынии. Эксперт уточнила, что для реализации задуманного необходимо финансирование в этом вопросе Кишинев рассчитывает на помощь западных партнеров. Линия Вулканешты Кишинев для обеспечения большого импорта электроэнергии должна быть построена к 2025 году. Мы также хотим сделать приоритетом строительство линии Бельца-Сучава. Молдэлектрика и Трансэлектрика работают над строительством этой линии. У нас есть анализы воздействия, но прежде всего нам нужно финансирование. Здесь есть несколько вариантов. Например, проекты, представляющие взаимный интерес, поддерживаемые европейским финансированием, сказал нам Новак. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!